В прошлом выпуске программы «Дорогу оселит идущий» мы рассказывали об открытии реабилитационного центра при женской исправительной колонии номер 15 в Самаре. На торжественное открытие центра, в числе прочих, были приглашены представители ГУФСИН России по Челябинской области. Они приехали, чтобы перенять опыт у коллег из Самары, поскольку на конец июня было запланировано открытие аналогичного реабилитационного центра в самом Челябинске при исправительной колонии для женщин номер 4. В сегодняшнем выпуске мы расскажем об открытии Челябинского реабилитационного центра и его особенностях. Он наш! Мы давно уже говорим о том, что такие реабилитационные центры должны создаваться повсеместно и всегда. Мы говорим о том, что обязательно надо принять закон о социальной реабилитации и адаптации. 10 лет мы добиваемся того, чтобы люди, которые выходят из колоний, из следственных изоляторов, чтобы им помогали, помогало государство, а не только общество, что у нас на сегодняшний день происходит. Поэтому обязательно нужно каким-то образом стараться создать реабилитационные центры внутри колонии, реабилитационные центры вне колонии, чтобы помочь этим людям, попавшим в беду. Я считаю, что это беда. Если говорить про наш центр, нашей организации, это 13-й центр. 13-й, видите, какое хорошее число. 13-й центр. А вообще в стране существует где-то приблизительно 200 реабилитационных центров, но это центры не только занимающиеся теми людьми, которые попали в заключение, а это тут и бомжи, тут и бездомные люди и так далее. А таких вот центров чистых достаточно мало. Мы долго пытались, старались добиться того, чтобы у нас появились такие реабилитационные центры. Женщины, мы в первую очередь занимаемся женщинами, подростками, которые выходят из колонии. Очень сложно им обрести себя, потому что часто очень разлады семьи, негде работать, негде жить. И поэтому мы давно решили, что помочь надо этим женщинам, не возвращаться обратно. Безусловно, появление этого центра на территории Челябинской области – это знаковое событие. И важно, что это, наверное, первый шаг в ресоциализации, который мы начинаем на территории Челябинской области. Сегодня это повод для большого серьезного разговора с остальными ведомствами, в поле зрения которых могут попасть женщины, вышедшие на свободу. И то, что будет начата работа здесь за колючей проволокой, подготовка, важно, чтобы потом она была не перечеркнута каким-то равнодушием или какими-то предрассудками по отношению к женщинам, отбывшим наказанием. И поэтому главное подставить, наверное, плечо такому человеку, выслушать, понять, помочь с жильем, с документами, с работой. Это вот те вещи, на которые в первую очередь нужно обращать внимание. И я думаю, что на самом деле появление таких центров, оно, наверное, будет в будущем и во всех остальных учреждениях постепенно, поэтапно. Потому что это же глубокая еще и мотивация для тех людей, которые находятся в местах лишения свободы. Чтобы они стремились, чтобы они видели, что о них заботятся, что есть лучшая жизнь, что о них думают. И тогда уже, наверное, и ответная реакция пойдет. Челябинский реабилитационный центр «Аврора» – это первый на Южном Урале центр для осужденных женщин, готовящихся к освобождению. Особенностью этого центра является то, что открыт он при учреждении, в котором отбывают наказания женщины, совершившие после своих первых освобождений повторные преступления. У многих из них длительные сроки, за время которых женщинами были утеряны не только родственные связи, но и навыки ведения домашнего хозяйства. Осужденные, отбывая наказание, они привыкают к тюремному быту и отчасти теряют навыки, скажем так, жизни в обычном обществе, навыки обычного семейного быта. Поэтому особенно для женщины важно, чтобы перед освобождением она эти навыки восстановила. Это подготовка к освобождению, подготовка человека к тому, что он будет сам себе готовить еду, сам себе ремонтировать одежду, к тому, что он будет жить в домашних условиях, а не в условиях колонистских. Поэтому это, безусловно, полезно, но надо понимать, что это не является панацеей, потому что, выйдя на волю, очень важно, чтобы человек имел крышу над головой, место работы и так далее. А это уже лежит в плоскости не нашей, в СИН России, это лежит в плоскости органов власти, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований. Здесь важна и помощь общественных организаций, потому что люди, выйдя из мест лишения свободы, зачастую не имеют социальных связей, зачастую им нужна помощь в бытовом и социальном устройстве на свободе. Но вот данный центр, он этому способствует, безусловно. У нас предусмотрено по закону, в соответствии с уголовно-исполагательным кодексом, не менее чем за полгода до освобождения, организуется подготовка к освобождению. Она состоит и в том числе в решении вопросов, то есть направляются письма по избранному месту жительства, то есть это поиск жилья, то есть будет держить освобождаемому или нет. Это содействие в поиске работы, то есть направляются информации в службы занятости, чтобы ему оказали содействие. И в том числе подготовка к освобождению, она предусматривает и нашу работу здесь в колонии, по работе с самим осужденным, чтобы, выйдя на волю, он был готов, чтобы он умел пользоваться и стиральной машиной, и банкоматом. На территории исправительной колонии номер 4 сегодня произошло открытие реабилитационного центра, в который общественный совет вкладывает непосредственную часть в обучающей программе, которую мы назвали «Стартап». Стартап – это путь вверх, это то, что женщина может приобрести за время обучения определенные навыки, навыки поварского дела, навыки изготовления пирогов, навыки изготовления суш. Также в это время обучения мы ввели программу «Мастерство по парикмахерскому искусству». В этой программе будет обучение компьютерной грамотности, в этой программе будет консультация психологов и юристов. Среди членов совета есть представители разных специальностей, как коммерческие организации, общественные организации, юридические организации. Каждый член общественного совета будет задействован в этой обучающей программе, которая называется «Стартап». Те возможности, которые открываются в реабилитационном центре, мы будем использовать их по максимуму. Есть тренажерный зал, в котором женщины будут проводить обучение. Будут приглашены фитнес-инструкторы, которые будут обучать здоровому образу жизни, правильному питанию, как пользоваться тренажерами. Вот так выглядит территория стандартной справительной колонии для женщин. А вот так – дворовая территория реабилитационного центра «Аврора». Под сам реабилитационный центр в Челябинской колонии выделено отдельное помещение на первом этаже кирпичного жилого корпуса. В нем будут готовиться к жизни на свободе последние полгода до окончания срока 20 осужденных женщин. В настоящее время в учреждении отбывают наказание чуть больше 500 человек. Идея создания даже вот этого участка рождалась на ходу. Подходили, смотрели, придумывали, возникали идеи. То одна, то другая. Быстро на ходу придумывали все сообща вместе. Делали это, естественно, осужденные. Делали быстро, на совесть, с душой. Получилось, судя по сегодняшней реакции, гостей неплохо. Ну и нам, конечно же, нравится осужденные, любуются, радуются. И думаю, что все, что сделано, это сделано не зря. Это оставит след в душе, в сердце, если хотите, каждого человека. И не только осужденных, но и сотрудников. Здесь нравится просто походить, посмотреть, полюбоваться, отдохнуть. Внутри также мы планировали, потом перепланировали. Сначала одно, потом другое. Набор и комплект помещений. Что-то не хватало места. Другое переводили. Ну уже, конечно же, стены, полы были сделаны в хорошем состоянии. Не было трущоб, не было изшарпанных стен. Внутреннее содержание, опять же, сделано руками осужденных. Вот тут уже специалисты высокого класса, если можно так сказать, которые, на самом деле, просто самоучки и просто талант. Ну и также осужденные человек 10, так-то, бригада. Это электрики и сантехники, штукатуры, художники внесли в свой вклад. Ну, наверное, начнем с того, что можно поблагодарить администрацию, что предоставили такую возможность. У нас сделали такой отряд, который действительно приходишь с работы, и ты забываешься, что ты находишься в колонии. У тебя появилась возможность, не знаю, готовить даже. Чего никогда такого не было. То, что ты, да, действительно, первый шок освободилась, и мне было страшно подойти к плите. Я не понимала, как мне, с какой стороны подойти к ней. А сейчас у меня появилась такая возможность, что я могу заранее это узнать, узнать плиту просто, и начать готовить, уже подучиться. Те же удобства, там, стиральная машина, швейная машина даже, если ты что-то сделала, там, себе уже можешь подшить. Мы, наверное, дружнее здесь даже, в связи с этим мы стали дружнее. Это, конечно, большая разница, где народу много, там, кипишь, шум, ты не устаешь, ты приходишь с работы, ты чувствуешь себя все равно усталой. А здесь ты приходишь, ты отдыхаешь морально, как бы отвлекаешься. Пошла, посмотрела домашний кинотеатр. Еще здесь такого никогда и не было, а сейчас есть такая возможность. У тебя появилась возможность почувствовать разницу. Разницу, вот ты отбывала в общем отряде с кучей народу, да, которых ты их не знала, тебе было страшно от этого народу жить с чужими людьми совершенно. И вот ты, сейчас у тебя возможность появилась находиться отдельно, и ты чувствуешь разницу, что нужно ценить свободу, находясь отдельно со своей семьей. Наверное, это главное. После завершения торжественной части для гостей и представителей средств массовой информации состоялась экскурсия по открывшемуся реабилитационному центру. Посетители центра могли собственными глазами увидеть, что бытовые условия в нем приближены к домашним. Уютные светлые комнаты оснащены всей необходимой для жизни мебелью и бытовой техникой. Этот центр очень важный, это как бы переходный, чтобы они с такого контраста и с такой красотой приехали домой, и чтобы это все тоже не было таким контрастом сильным, что как здесь. Здесь и стиральные машины, и здесь, пожалуйста, и такие красивые столовые, там вся мебель красивая, оформление такое. Можно даже позаниматься гимнастикой. Я жду свою внучку. Это моя внучка, она у меня единственная. Она должна вот в начале апреля будущего года вернуться. Выходит отсюда, она должна все знать, все уметь и в какой красоте можно жить. Для нас это сегодняшний день один из самых важных в нашем учреждении, потому что для нас очень важен этот реабитационный центр. Сюда вложено очень много души, очень много любви, потому что здесь все делали мы сами, своими руками. Это лепка, то есть у нас принимали участие, у нас здесь есть профессиональное училище, и все, кто закончил, получил профессию мастера отделочных работ, все принимали участие, то есть полностью в ремонте. Для нас этот еще центр важен, потому что у нас многие осужденные, у них очень большие срока, и, конечно, от жизни на свободе они отвыкают. То есть тем самым здесь условия приближенные к тем, как на свободе, то есть созданы для этого. Работа велась очень слаженно, то есть мы с администрацией организовывали вместе что-то, фантазировали, как здесь можно украсить, чтобы жизнь была намного лучше для них. То есть огромное спасибо нашему учреждению, огромное спасибо управлению и благотворительному фонду города Москва. И вот буквально на следующей неделе здесь поселенцы уже будут, то есть, ну и, конечно, мы все стремимся, чтобы скорее попасть в этот отряд. Для нас это стимул. У нас еще преподаватели будут работать по кулинарному искусству, то есть те, кто не умеет готовить, женщины такие тоже бывают, допустим, не из благополучных семей. То есть это прежде всего для них делается, чтобы их как-то приобщить, чтобы им понравилось, и все-таки это их очень стимулировало, этот отряд. Член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Мария Валерьевна Канабих и многие ее коллеги принимали участие в открытии всех 13 реабилитационных центров для осужденных женщин «Аврора». Но именно Челябинский центр произвел на них наибольшее впечатление. Причина тому – творческий подход осужденных и сотрудников исправительной колонии номер 4 к оборудованию и оформлению помещений центра. Проделана огромная, колоссальная работа по открытию такого реабилитационного центра. Конечно же, мы вот в женской колонии номер 2, это на территории ОФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, также хотим открыть такой центр. Но мне понравилось, во-первых, очень красиво все оформлено. Мне кажется, здесь были все-таки какие-то специалисты-дизайнеры даже работали, потому что все светлые помещения, значит, все играет, мебель подобрана очень красиво. Все учтено, все помещения, которые мы посмотрели, все предусмотрено для того, чтобы женщина могла, во-первых, научиться работать с бытовой техникой вот именно сегодняшнего поколения, не сломать ее, когда она освободится дома. Для нее это будет уже приобретенный навык. И я думаю, что это очень важно, что они, может быть, когда освободятся, у себя дома будут следить за чистотой, за красотой, за этой. Попробовать создать что-то такое же красивое, но у себя в маленьком, в своем доме, в уютном доме. И научить передать детям, также создавать такую красоту. А особую благодарность все-таки я хочу высказать сотрудникам колонии, которые проделали огромную работу. Молодцы. Начальник учреждения Герман Джамсович пришел и начал рассказывать, что вот сейчас у нас здесь открывается такой центр, что нужно как бы создать райский уголок. Ну, мы так подумали райский уголок, то есть мы как бы здесь занимаемся творчеством. И вот здесь мы научились делать лепку из гипса. То есть мы предложили, как бы нас все поддержали, и мы попробовали. Мы брали это все там, где-то журналы смотрели там, выбирали, где-то свое добавляли. То есть вот, ну, накидали все это, посмотрели, сходили к Герману Джамсовичу, сходили в воспитательное дело, мы посоветовались. То есть определились, что будем делать, потому что первый раз мы это делали. И как бы и сами побаивались. Но у нас все получилось. Сначала сделали мы в кухне, создали вот такую красоту. У нас это тоже, я думаю, что получилось очень хорошо. Дальше больше все пошли уже в другие помещения. Как бы они вообще не планировались, планировалась только кухня. Боялись, правда, но мы все делали с такой, мы душу вкладывали, то есть в это. И у нас все получилось, хотя и, ну, среди нас художников нету. У нас интерес, у нас вот этот как азарт, что ли, я не знаю, как это назвать, потому что мы это делали, 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 у нас даже ни сна, ни аппетита не было. Все, вот мы сделали, разукрасили, все, мы успокоились. Мы прямо от этого, я не знаю, какой-то заряд получаем. То есть это очень нравится нам. Те люди, которые никогда этого не видели, они никогда не жили в такой красоте. И я думаю, что пожив здесь, у них, может быть, поменяется вообще все. Ну, может быть так, что если вот, ну, то есть здесь они находятся, да, в такой вот, они вот когда сюда заходят, вот девочки заходят, они прямо удивляются, как это красиво все. Ну, то есть видно, что они этого не видели никогда. То есть вот так бы пожить, да, ну, пусть вот даже здесь хотя бы, может быть, они и выйдут на волю и будут стремиться к чему-то красивому, лучшему. Поставленные задачи в реабилитационном центре будут решать комплексно. Большое внимание планируется уделить психологической работе с заключенными, готовящимися к освобождению. С осужденными женщинами на индивидуальных и групповых тренингах будет работать психолог. Он поможет женщинам поверить в себя, адаптироваться к современной реальности, наладить отношения с семьей. Если честно, то люди, которые остались там, конечно, не меняют свои отношения по отношению к тебе. Мало таких людей, которые понимают тебя в этот момент. Когда они там с тобой, ты с ними на воле общаешься, они совсем другие. А в тяжелый для тебя момент, допустим, они не то, чтобы понять, они начинают осуждать. Ну и как бы можно сказать, что отворачиваются от тебя. Ну и единицы можно назвать тех, кто рядом с тобой в трудный момент, но не покидает тебя. В основном они все уходят. Каждый человек же находит в себе подобных по своему характеру. То есть я же не стану общаться, допустим, с девочкой, которая более агрессивно к чему-то относится. А я сама по себе уравновешенная, спокойная. Я не люблю конфликты, не люблю ссоры. Я избегаю, обхожу этого. Мне проще где-то улыбнуться, где-то засмеяться. Как бы конфликт исчерпан. И поэтому все равно человек же находит в себе подобных. Где-то там кучка, где-то там кучка. Каждый, да, разговоров нет. У каждого есть своя компания. Но мы пытаемся все общаться с друг другом, потому что колония маленькая, знаем все друг друга. Ну, как в небольшой деревне, можно так сказать. Но все равно у каждого человека есть свои близкие. Если ты приехала только в зону, допустим, с волей, и ты сидишь какие-то пару месяцев, соответственно, ты не поняла, что значит жить в тех отрядах, допустим, да, где нет вот этого всего, этих машинок, там, каких-то там души, да, каменки. Ты этого не понимаешь. Ты думаешь, да, что так будет всегда, вот это так, это должно быть. Соответственно, ты ту жизнь не прочувствовала, а, ну, как говорится, к хорошему привыкаешь быстро. Это вот уже начинаешь ценить, да, когда, кстати, сидишь хотя бы год в лагере, да, в тех локалках, понимаешь, что, да, ты скучаешь по вот этому, ты скучаешь там по хорошему телевизору, какой-то просмотр телефильма, там, небольшое количество людей. Ну, так же это чаепитка, видели, да, как все там аккуратно и красиво. Все, конечно, это уже и меняет твое отношение, тебе охота быстрее домой. Это все равно тянет к дому. Есть тяга. Каждый осужденный перед освобождением, он испытывает стресс. Это связано с тем, что человек за период нахождения в изоляции, он отвыкает от тех условий, в которых он ранее находился. И наша задача в данном отряде, в данном центре, будет заключаться в том, чтобы подготовить человека к жизни на свободе. То есть адаптировать максимально к тем условиям, которые будут его ожидать в дальнейшем, после освобождения. Будет оказываться помощь и в рамках подготовки при трудоустройстве. То есть человек испытывает стресс при трудоустройстве. Для кого-нибудь секрет, что люди, освобождаясь, они боятся трудоустроиться, и работодатели, как правило, боятся таких людей брать на работу. Поэтому мы будем готовить осужденных к тому, чтобы максимально плодотворно, максимально быстро трудоустроиться, предложить себя на рынке труда. Кроме того, будем работать с теми факторами, которые вызывают тревожность, вызывают страх. У кого-то нарушены связи с семьёй, у кого-то нарушены связи с детьми. Наша задача заключается в том, чтобы помочь им войти в социум. Для того, чтобы максимально быстро прошла адаптация к жизни на свободе. И для того, чтобы процент возврата в исправительное учреждение был минимальный. Поэтому от нас зависит то, что вернётся человек в условия изоляции, либо не вернётся. У любого человека есть шанс, но это зависит именно от человека, насколько он сам готов меняться, насколько он сам готов свою жизнь пустить в другое русло. Ведь наличие срока – это не приговор. Это не говорит о том, что вся жизнь будет испорчена. Очень много людей, которые освобождаются, которые нормально трудоустраиваются. И мы в процессе жизни нашей встречаемся с ними. Многие работают, многие работают на хороших работах. Многие ведут социально приемлемый образ жизни. То есть это зависит от человека, насколько он сам настроен. Наша задача здесь заключается в том, чтобы показать все возможные способы другой жизни. Торжественное мероприятие продолжил традиционный круглый стол. В дискуссии приняли участие представители 10 субъектов Российской Федерации. Среди них были как представители регионов, в которых реабилитационные центры уже функционируют, так и представители регионов, в которых их создание только предполагается. Волгоградской, Новосибирской, Свердловской областей, города Санкт-Петербурга. Участники круглого стола обсудили вопросы социализации и реабилитации осужденных и пришли к выводу, что только совместная, целенаправленная и комплексная работа в СИН с государственными органами и общественными объединениями может стать гарантией предупреждения рецидива преступлений.